Я потихоньку, только проснулся. Всем доброе утро. У нас уже давно утро, у нас уже первый дневной сон прошел. Соску ему подсунуть нет. Он передернулся весь. Мне кажется, я слишком большую купила, двойку. Мы, наверное, слишком большевата. Ну, схожу за единичкой в Росман, куплю единичку. Буду все равно давать ему, не знаю. Не хочу я ночью спать, чтобы он ночью с грудью спит. А мне нужно, чтобы спала... Мама спала спокойно? Ой, довольный, да? Сегодня мама хорошо спала, да? Эй, покажи ты свой рот. Там же торчит два зуба. Покажи. О, два торчат. А я покажи свой. Я такая. У меня уже вырастил. Вырастила. Сейчас вырастил, потом и подал. Угу. Всем доброе утро и добро пожаловать в новый влог. Начинаю новый влог. Тут уже я сняла, потому что снимала уже как бы много. Я думаю, ладно, буду начинать следующий. Правда, надо сегодня смонтировать тот. Да, улыбается. Сегодня, кстати, поспали мы нормально. Ну, правда, он спать у меня, конечно, идет теперь. Восемь вечера, полвосьмого уже где-то засыпает. Ну, восемь уже спит. И я вместе с ним лежу. Ну, убегаю там иногда, конечно. Вот. Ну, сегодня мы проснулись во сколько? Без десяти, семь. Как бы нормально. Но он все равно хотел проснуться раньше, потому что когда он под утро уже ближе с 6.20, да, вот он начинает уже, ай, кряхтеть, и все это не так, это не так. А я вот так уже продлевала немножко сон. В общем, что у нас сегодня? Суббота. Нужно покрасить яйца. Вчера бы надо было, но у меня не было времени. Кулича не будет. Я вообще кулич никогда и не пекла, в принципе, всегда покупала. Но и покупать я тоже его не пойду, потому что, ну, нет у меня времени. Как бы муж сказал, не надо, поэтому. Поэтому так у нас. У нас сегодня облачно и так темно дома. Мишка вот положила, корзину так опрокинула, и он сам достает себе что-то ему надо, что-то ему не надо. Вот, сам пусть занимается. Не знаю, надолго хватит, но пока завтракаю, хватит. У меня-то на завтрак овся на блин показывать не буду. Привет. Привет. Надо убрать еще все. Папа проснулся, не убрал. Хозяинчик-то выбирает, что ему надо. Да, и хозяйничает. А у меня тут это. Кофе-пауза, да? Ну, я сейчас все завтракаю. Кофе у меня и бутербродик вот такой голубик. Но она какая-то, я не знаю, черника такая, черная-черная. Ева-единорожка, да? Да. У меня тут такой бардак, я тут еще ничего не делала. Зачем ты поднимаешь опять руки и показываешь? У меня тут еще есть футболочка, да. Еще такой зайчик. Да, еще такой зайчик. Это мне подписчица прислала. Мама спросила, типа, что может отправить мне вещички для Мишки, да? Ну, у нее тоже есть сыночек и дочка. И про Ева. Она не говорила, это был сюрприз, да? Да. И вещички. Я как бы ничего не вижу плохого вообще в том, чтобы как бы, ну, вещи БУ носить. Иногда даже я покупаю вещи БУ и продаю сама тоже вещи, поэтому как бы ничего такого в этом не вижу. Тут как раз столько много футболок. Спасибо, Аня, большое. И штанишки, и футболочки, водики. Нам как раз они все вот именно сейчас по размеру. Мамка собиралась идти на шопинг тебе покупать вещи, да? Глаза торчат. Вот. И как раз ему сейчас ползать. У нас жарко. Он у меня в основном в футболке и в этом, и в подгузнике. Спасибо, Анне. Еще раз большое, да? Эй, Мишка, привет передает. Пять. Он вчера что-то утворил. А я не помню, рассказывала, нет? В общем, он опять хочет. Он же перевернулся и хочет теперь вот туда уползти, перевернуться. Не дает мне ничего сегодня делать этот мальчик опять. Маменькин сынок, да? Да, у нас, видите, еще тут раскардаш такой. Но Ева все. Она как единорожку увидела. Я говорю, это для Миши. Она нет там единорожка. Я думаю, какая... А глаз алмаз. Да? Довольная. Прямо вообще скажи. Вообще, Миша сегодня опять целый день на мне. Бессовестный, да? Ты бессовестный, мальчик? Бессовестный. Он поспал. Да? Сколько там? Почти три часа спал. Но полтора часа я с ним лежала. Потом он спал там. Я в стулья уже уложила его и все, укачала. Потому что надоело. Вот. И мы ждем папу и поедем метро. Да, Мишка? И все, и все на мне вот сидит и сидит. Ничего не дает делать бессовестный. Да? Управляю на пол капризничек. Что-то мне не нравится. Что-то прямо не нравится. Вроде хочет ползать, но психует. Чего-то психует. Не знаю. В общем, на коврике неинтересно. И он хочет на пол, оказывается. Видите, пытается ползти туда, к полке, а получается назад только. Сейчас будет орать, психовать. Видите, учится ползать. В общем, хочет на полу. Может быть, ему жарко на коврике, не знаю. Пол такого прохладнее. И вот здесь у нас. Лев, аккуратно, аккуратно, не пугай его. Я хочу кушать. Лев окривляется у нас актриса. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Молодец, умничка. Вот так вот делает, да? Лев, ага тоже так учила. Да, учила. Так, все, теперь он должен повторять этот товар. Вот, да, молодец. Ну, быстро едем. Давай, ползи. Ну, на ее животе же. Миша, вставай на коленочки и ползи. Ой, психушка. Мне пришла посылка с сайта Hi Happiness. Я сделала заказ. И давайте посмотрим вместе, что мне пришло. Я заказала себе, так как скоро лето, я заказала себе цепочку. Цепочку чокер. Такая вот она интересная, смотрите. Я очень долго выбирала такой замочек. А, кстати, очень легко. С примерем. Легко расстегивается. Цепочка классная. У меня есть одна короткая цепочка, и я хочу сюда, знаете, носить много-много цепочек. И я заказала себе вот такую цепочку чокер. Видите, какой здесь у нее замок? У нее нет замка, у нее есть просто кольцо и просто вот такая вот палочка. Вставляете, и все, и нет никаких больше, ну, замочков. Это серебро, позолоченное серебро. Классное, да? Нравится мне очень. Качество, конечно, обалденное. Еще одна коробочка. Я заказала еще один чокер. Вот такой вот он нежненький. Но здесь цвет розовое золото. Я специально заказала, чтобы были разного цвета, чтобы немножечко даже отличались. Потому что вот это вот розовое золото, оно подходит под мою цепочку другую, в которой у меня есть маленькая цепочка отдельно. Вот. Сейчас я попробую на себя примерить. Покажу, как это будет смотреться. Она такая маленькая, нежная. Там на сайте очень много различных чокеров. Я выбрала такой. Смотрите, как классно. Переливается. Вот такой вот чокер. Но его можно носить отдельно. Этот чокер я буду носить с той другой цепочкой. А может быть, и все вместе буду носить. Тоже так прикольно смотрится, да? Классно? Так. Что я еще заказала? Я заказала еще вот такое кольцо. Серебряное колечко. Колечко очень классное, кстати. Оно такое не тоненькое, да? Достаточно не тонкое. Очень добротное. И, конечно, с размером я немножечко не угадала. Я... Нужно было мне, конечно, поменьше брать размер. Но летом оно мне будет идеально. У меня летом руки от жары немножечко распухают. И поэтому летом оно будет не идеально. На этот палец. И еще одно кольцо я заказала. Я вам покажу. Вот такое вот колечко. Оно тяжеленькое такое. Это кольцо. Также серебряное. Позолоченное. Он тоже размерчик немножечко не мой. Но ничего страшного. Я... Летом он, я думаю, будет нормально. И видите, внутри оно такое. Камень или что-то внутри. Я не знаю. В общем. Ну, прикольное. Мне нравится. Такое оно нежное, приятное. Извиняюсь за мой маникюр. У меня пока у меня никакого нет маникюра. Но кольцо мне очень нравится. Моей дочке подойдет. Возможно, может быть, я ей подарю. Не знаю. Посмотрим. У нее скоро день рождения. И оно тоже понравилось. Такое личное. Ну, кстати, на лето тоже такое идеальное. Нежненькое. Такое красивое. Очень приятное. На этом сайте очень много различных украшений. Даже есть бриллианты. Есть золото. Есть белое золото. Различные камни. Очень много серьг. Серег. Да. Серьг. Цепочек. Чокеров. Много-много-много всего. Девчонки, также у меня для вас есть промокод Ирина10. При заказе от 29 евро вы получаете ссылку 10%. Акция продлится до 29 мая. Также для вас у меня есть подарок. При заказе от 69 евро вы получаете в подарок вот такой вот классный шоппер. Я считаю, что он очень стильный, красивый. Я бы такой себе хотела. И также есть еще один подарок. Если вы сделаете заказ на 120 евро, то вы получаете в подарок вот такой вот красивый, очень нежно красивого розового цвета. Органайзер кеа ювелирных украшений. Все ссылочки на товары, которые я заказала, а также на сайт и промокод свой я оставлю в описании и в первом прикрепленном комментарии. Поэтому, девчонки, переходите по ссылкам и делайте себе приятно. Так, мы решили яйца покрасить, да? Ее помогает. И у меня вот такие. Здесь 6 цветов, но я буду только 5 использовать, потому что я отварила 10 яиц и из них 3 такие лопнули. Ну, у нас яйца ем только я и Карина, поэтому нам достаточно, да? Вот, и вот такие взяла. Обычно я люблю наклеечки, быстренько и простенько, но я взяла такую, и муж тоже купил. В общем, что здесь вода, 250 миллилитров, холодная. 2 ложки столового уксуса я добавила. Яйца должны быть теплые. Сейчас вот это вот сюда мы добавляем краску, да? Перемешиваем хорошенько, добавляем яйцо и оставляем где-то у меня инструкции. В общем, оставлять от 2 до 5 минут, и потом нужно смазать яйца маслицем, чтобы они блестели. В общем, поехали, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, сейчас я решила приготовить маффины шоколадные. Я не буду готовить Пасху, потому что у меня нет формы для Пасхи, и вообще у меня нет времени искать рецепт туда-сюда. Просто зашла в свою тетрадь и, как в прошлом году, приготовили маффины. Они по форме в виде пасочек будут у нас. Ну, шоколадные, так у нас любят шоколадные. Потому что нам понадобится 2 яйца, 80 грамм сахарного песка, 150 миллилитров молока, сливочное масло растопленное 50 грамм, 2 чайных ложки разрыхлителя, 250 грамм муки и 50 граммов какао. Все смешиваем в духовочку на 200 градусов на 10 минут без индукции. И все, маффины готовы. Обалденно вкусные. Вот такая масса получилась, достаточно густая. Я вот там у меня уже подготовила формы, сейчас выложим и в духовочку. Ну, вкусное тесто, оно такое не сладкое, потому что 80 грамм сахара и много-много какао, и оно получается такой насыщенно-насыщенно, как шоколадное. Классные маффины, всего 10 минут и готово. Ну, как, 15, ладно. Вот 15 штучек получилось, но они подымутся еще, подымутся, и сверху я еще сделаю сливки. Ну, я думаю, что готово, 10 минут прошло. Вот что получилось. Они наверх поднялись. Поднялись, да. Надо их доставать, да? Да. Так, в общем, кексы уже готовы. Еще сливки еще не готовы. Крем, да? Да, крем. Такие они, в общем, вкусные, но чуть-чуть горькие кексы. Я уже пробовала, и мой рот был очень грязный. Чумазый. А мама, может, смеется. Не знаю, почему. Тобой ты такая милая. Да, Мишка сидит. Ты скрицаешь? Собственно, вот что у меня получилось. Но у меня оказалась проблема. У меня нет. Я купила не сливки, а сметану. В общем, так бегом бежала, что купила сметану вместо сливок. Что я сделала? У меня здесь сметана, крем, да? Сахарный песок. Рикотте там чуть-чуть было, полбаночки у меня. И сливочное масло чуть-чуть я добавила. Взбила. В общем, такой крем получился. Но все равно вкусный сметанный крем получился. Я так сама его придумала. И муж сказал, он не будет такой есть крем. Поэтому ему сделала без. Сделала пять. Он уже две скушал. А это для нас, для меня, для Евы, для Карины. Украсила черничкой. Ну и чуть-чуть посыпкой. В общем, такие получились. Они немножко кривоватые, да? Ну, ничего страшного. Мишка. Мишка в магазин поехал. Папа пришел. Миша у меня сейчас поспал. Еще один часик. Я успела сделать тренировку на 15 минут на ягодице. На ягодице. Что-нибудь с моим языком. Наклонилась к Мише. И у меня спина, в общем, заклинила. Чуть-чуть поясница. Надо тренировать спину. Вот, в общем, поедем сейчас в этот метро. Я наконец-то вошла. Ей-то дорожка, фотография была вот тут. Да, ей ведь тени сделала, да? Глазки накрасила, да? Да. Только посадила в этот машину. Машина еще не едет, то она уже начинает скрипеть, да? Улыбнись. Ну, улыбнись. Ну, что ты такой вот серьезный стал парень? Улыбнись. Все, поехали. Поехали. Все, не ругайся. Угу. Чуть не царит. Привет. У меня новая игра. Мишка на руках. Надоело ему сидеть, да, Мишка? Привет. А, привет. Я такая красивая. Очень. Так, в общем, вот дома. Носки валяются мои. Мишка играет. Мишка не спал у нас, кстати. Смотрел этот магазин. Еве купили игру. Такая игра. В общем, тут нужно вот доставать. Нужно его доставать, чтобы не было звука этого. Аккуратно пинцетом. Стоило 33 евро. Представляете? Спецмашина такая. Это, конечно, слишком дорого для такой игры. Эй. Игра, играй. И что купили в метро? Много денег потратили, конечно. Так, вот эти штучки. Это у нас Карина ест. И Еве я иногда даю, когда каши у меня нет. Вообще ездили за хлебушком, да. Набрали на 270 евро. Это хлеб. Муж у меня такой есть. Ну, Карина тоже такой есть. Ева иногда даю. Так, этих йогуртов взяла сразу много. Потому что, если берешь раз, два, три штуки, то уходят вообще дешевле на 30 центов, по-моему. И, ну, потому что у меня Карина тоже их кушает. Вот я ее научила с творогом. Очень вкусные йогурты. Так, я взяла себе рыбу, ой, икру. Я не знаю, это, наверное, летучие рыбы. Я не знаю, что это. Я не переводила даже. Просто взяла икорку. Там муж себе эти взял. Так, молоко для кофе. Молоко просто для каши. Палочки рыбные спросили. Ева, будешь кушать? Сказала, да. Не знаю, говорит, в садике кушает. Взяла такие хлебушки маленькие. Типа этот Волькорн. Овсяные, да? Ну, не знаю, так. Они стоили евро семьдесят. Думаю, ладно, возьму. Так, это сливки. Кокосовое молоко. Изюм. Что-то захотела изюма я. Это миндаль. Такой у меня есть очищенный. А я хочу вот такой неочищенный миндаль. Здесь у меня эти сухофрукты просто смесь. Здесь чернослив, яблочки, курага. И, по-моему, инжир или что, не знаю. Не читала даже. Посыпка. Ну, это пармезанчик. Может, он такой любит. Колбасу. За колбасой, за хлебом есть. Я набрала, как обычно. Такие палочки Еве кладу в этот бокс, в садик. И такие, да. Так, чуть-чуть кладу. Физали взяла. Потом взяла этот... Никогда не замечала, что там есть огромная полка с этими. Одел со всякими. Все для выпечки, для тортов. Чего только там нет. Но, к сожалению, сейчас мне некогда выпекать. А когда я буду печь, да, будет время. И я буду там покупать всякие штуки прикольные там есть. Так, взять шпинатик взяла себе. Мне нравится. Шпинатик просто с маслицем. Помидоркой. Чуть-чуть или без помидорки. Такой салат. Так, это этот. Разрыхлитель у меня закончился. Авокадо одну штучку взяла. Ну, дорогой авокадо сейчас там был 2 евро. Взяла так одну. Так, взяла сыр. Такую штуку сыра. Тут много. Большой кусок не хочу добрать. А тут много разных. И по чуть-чуть как бы так. Иногда с кофеечком хочется. На хлебушек. Так, это этот. Я забыла опять, что это. Ой, в общем, это... Пастернак, вот. Пастернак. Хочу в духовке запечь потом. Муж одну рассыпал. В общем, полтора евро стоило. Думаю, надо убирать. Мы с Кариной только едим, потому что никто не ест. Взяла килограмм редиски. Она, по-моему, мытая. Ну, чистая такая. Видите, без этой штуки, без ничего. Три с чем-то. Три пятьдесят, что ли. Килограмм вообще классно. И без всякой этой... Как она, боты, да? Заморозку взяла. В этот раз взяла вот такую. Здесь цветная и брокколи, и морковка. Ну, сразу смесь. И еще взяла большую. Двадцать брокколи. Запекать буду в этом духовке или варить. Не знаю, посмотрим. Так. Заленую взяла. Это было по акции, кстати. Форель. Форель, да? Нет, не форель. Лосось. Да. Лосось. В панировке. Здесь, в общем, сколько тут? Кило сто двадцать и стоило семь евро. Очень даже хорошее предложение. В общем, восемь торти, по-моему, тут. Восемь стучек. Да? Ну, в общем, ладно. Не факт. Кило сто двадцать восемь евро. Я взяла в ее упаковке. У него очка очень хорошо. Потом это вонючку в туалет. Еще одну в туалет. Это я взяла кисточку себе. У меня вся поломалась. Я уже ее клеила. О, видите, вон тут черничка просыпалась. Голубичка. Надо достать. Шесть евро стоило. Я потрогала. Вроде неплохая. Это не для этого. Для нанесения тонального. Картошечку. Яблочки для запеканочки. Это этот филе. Куры. По-моему. Да. И свинина у нас все закончится. Сейчас муж разделает. Я ему потом делаю этот. Отбивные с ним. Да? А это нам. Ну, Карина тоже есть отбивные. Ева иногда. А я вот курочку больше. Все, по-моему. А, ну, еще там туалетная бумага была. В машине осталась. И муж там себе для машины какие-то штуки. Так. Пришла посылка с кофе. Закончился кофе. Что-то стали мы чаще заказывать. Ну, Карина у меня стала больше пить кофе. Так. В общем. Вот такое заказываем мы обычно. Целый набор. И тут все разные капсулы. Каждый раз они меняются. Как-то камеру увожу. Смотрю. В камеру смотреть. Мне нравится. И. Я тут муж еще что заказал. Чай. Капсулы. Вот еще такое. Пальшевитэ. Макарон. А, это что такое? А, это же со вкусом. А это подарок, да? Нет. Наверное. А что это такое? Кофе со вкусом макару? Наверное, экстра. Заказали. А, да. Десять штук. Короче, непонятно. А где чай? А, вон чай где-то заказал. Еще пять-нибудь какой-нибудь там. Ага. А, нет. Вон тут ромашка нарисована. А, ну ладно. Это смесь тут. Хорошо. Вот такая кофемашина у нас. Вот такая вот, да? Борис такая. И я делаю все время вот эту вот большую чашку. Не делаю маленькую. Никогда экспресса не пью. Делаю большую чашку и разбавляю 50 на 50 молоком. А, такой вот набор очень выгодно заказывает. Сколько он стоит? 60 евро? 50? 30 сколько? А, 35, по-моему. А, 35 евро стоит набор. Раньше мы заказывали на 50, чтобы доставка была бесплатно. Но сейчас доставка стала от 60, поэтому нет. И 35 вообще нормально. Классно вообще. Все разные, прикольные, вкусные. Вот. Я не такой прям кофеван, как кофеман, кофеван. Но мне нравится, кстати, кофе этот. Могу оставить ссылку, где заказываем, если кому нужно. Так, еще одна посылка пришла. Это муж себе заказывал там кое-что. И заказал еще мне. Я хотя не просила. Так, это тут для меня, да? Трусишки. Но он мне очень часто заказывает белье. Просто я не показываю. Еве кофты, футболку. Сейчас померяю на Еве и скажу. Посмотрим, да? Ну, как раз Миша потом тоже сможет такую носить. Я ему говорю, заказывай такое, чтобы потом Миша по наследству. А это он такой заказал. Он слив для меня. Он из мужского отдела. То Михаил Фигель, да? Ну, это мужской. В размере S. Я примерила. Прикольно. Поставлю где-то. Где-то вот здесь вот видео вставлю, где я в нем. Такое интересное. Просто он там какой-то на акции был. Он говорит, вот тебе дома ходить. Я говорю, вот мне ходить не в чем. Ну, в общем, захотела, купила. Ну, ладно. В общем, не хочет примерять. Она там играет. Ну, в общем, такая вот футболочка. И дала Мишки соску. Он ее сосет. Сначала ее грыз-грыз, потом поймал и сосет теперь. И не понимает, что это такое. А сосет и улыбается. Да. Соси-соси-сос. Да. Хватит маму грызть сосисос. Вот такие игрушки. Игру у нас такие. Я его закрываю, потом ку-ку. Тсс. Да? Ку-ку, Мишка. Ку-ку. Он сейчас держит. Он обычно улыбается. Сам снимает. Эй. Миша, ку-ку. Ку-ку. Я сам у тебя по-другому. Да, вот это мне что-то. Ку-ку. Тсс. Ку-ку. Он сам снимает. Ку-ку. Мишка, снимай. Ку-ку. Там Ева, да? Привет. Ку-ку. 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 Ой, бедный, завалился. Он только что пытался на коленочки встать, мой сладкий. Давай, давай, вставай. Вставай на коленочки. Да, вставай, сладкий. Тут у нас развлекаются, да? Тут довольность. Главное, чтобы кривлялась, Ева, да? Главное, чтобы кривлялась. Он тут по кругу. По кругу, назад. Ева, ну хватит. Дай ему слово сказать. Он ползет к ней. Спать хотела положить. Ева не дала. Да? Нет, я не хотел. Не хотел? А, ну ладно. Ах, ты, блюда. Включаюсь сегодня, наконец-то я. Сегодня у нас Пасха, да? Мишка у мамы на руках. Такой маменькин сыночек, да? И мы, скажи, хотим поздравить всех с праздником Светлой Пасхи. Да. Пожелать всем мира, добра, спокойствия, да? Любите друг друга, да? Любите всех. Главное, добра. Да? Это самое главное. У меня муж сегодня вечером работает. Ну, и как бы в праздник я особо ничего... Вроде я сегодня снимала, не снимала, даже не помню. Вот. Яйца мы красили вчера. Ева гуляет у меня. На улице пасмурно. Я дома сижу. Одна муж ушел на работу и включилась поздравить вас. А Мишка тут, видите, на мне. Что-то растворяет тут. Ну, обычно в такой праздник я не знаю, что снимать-то. Ничего снимать-то и не хочется. Но мы как бы особо-то... Ну, я Пасху не готовила, потому что я ее ни разу в жизни вообще не готовила. В следующем году, возможно, приготовлю. А так быстро маффины наскрою руку. Потому что с Мишей вообще ничего невозможно сделать. Сделала хоть так, что смогла. Вот. Да, Мишка? Он делает вот так вот трубку мне. Так что какие вот дела. Мы сидим дома с ним, да? А Ева гуляет у нас с подружкой. Карина на работе. Муж на работе. Все работают. А мама дома, да? Ей, лапка. Видите, что вытворяет там? Да? Что вытворяешь? Что-то вытворяет. Да. Себя увидел. Ну, не себя. Они еще ничего не понимают. Сейчас буду обидать с Михалычем. У меня здесь моя запеканочка. Она и вкуснейшая. Никто не хочет есть. Я ем одна. Потому что... Ну, хотя я сегодня ею и попробую дать. Я не скажу, что это цветная капуста. Я ей сказала, что это лазанья. И она сказала, что она в садике лазанью ест. В общем, будет есть. Как будто бы это лазанья. Редиску просто вот так вот в прикусочку будет у меня. Здесь у меня бутербродик. Тостик сверху авокадо. Потом шпинатик. Гора шпината. И сверху сейчас яичко еще наше пасхальное. Сюда порежу. Сейчас буду кушать с Мишкой. Почему с Мишкой? Потому что мы начали уже потихоньку прикорм. Про прикорм у меня будет все в следующем видео. В это видео уже ничего не влезает. И пока мы только тестируем, начинаем. Просто будет мне что рассказать. Завтра я уже прям буду снимать целый день, как мы будем есть целый день. Ну, как есть. Ну, все расскажу. Пока я тут вот сижу, я отвечу на один вопрос. У меня девушка одна спрашивала. Ой, как больно. Как я укладываю Мишу спать вечером, да? Ну, днем это... Как я... А может быть, как и вообще укладываю? Ну, вообще как бы на груди, да? Днем на груди. Иногда, если он не хочет спать на груди, тогда я в стульчик кладу. И в стульчики качаю. Он засыпает в стульчике. Или на ручках муж носит, он засыпает. А вечером у нас нет никакого ритуала ко сну. Вот. Потому что я посмотрела одну девушку, тетеньку, женщину, да? Я не знаю, кто она там, психолог. Ну, давно уже смотрела про ритуалы. Потому что многие там про ритуалы различные. А она сказала, зачем вам ритуалы? Потому что, например, если вы, например, едете куда-то там в поездку, да? Или вы не ночуете дома, допустим, да? Ну, всякое может быть, да? А где вы возьмете? Вы что, будете с собой таскать? Все эти светильники, все эти, как, кроватки, мобилии и так далее и тому подобное. Как бы, да? И как бы я так подумала, ну да, действительно, мы вообще часто куда-то ездим, да? И не везде будет вот это вот все, что там рекомендуют некоторые там блогеры по касту. Вот, мы готовимся к ритуалу, у нас ко сну такой-то, такой-то, такой-то. Не всегда это возможно. Купание у нас, купание у нас не относится к ритуалу, ко сну. Купаю я его через раз пока. Ну, я могу каждый день покупать иногда через раз. А если там смотрю, как могу и раз в три дня покупать, там у меня чистенький, да? Ну, если он там, ну, очень спать хочет, ну что я буду его насиловать, да, этим купанием? Я уже спать его положила, и все, или он там уже все урубается на ходу, а я его накупаю, и у него там бодрствование опять начнется. Нет, у нас купание не входит в ритуал. Вот, а как я укладываю спать? Если мы купаемся, то я его накупаю, и все, и идем, и с ним ложимся спать. И все, на этом. Спит он со мной, я ему даю грудь. Раньше он засыпал сразу, когда был маленький, да? Ну, после второго зуба у нас немножко изменился этот процесс. Я его ложусь, даю ему грудь, он немножко пососет, потом он просыпается. Не просыпается, а начинает у меня там кряхтеть, пыхтеть. Я беру на ручки, такой, ш-ш-ш-ш-ш, покачала, опять положила. Причем не вставая с кровати, а просто я сажусь на коленочке, потому что мне нельзя же его поднимать-то особо. Я его сажусь на коленке, там... Ну, я что делаю? Я выключаю свет в комнате. Вот нам нужно купить штору, чтобы у нас было темно, потому что сейчас уже светло на улице. Мы спать ложимся, а на улице светло. И он, конечно, там глаза там пять копеек. И нам нужно купить не штору, а этот карниз, ну, другой, и чтобы застегивать шторы, занавешивать шторы в комнате. У нас не занавешиваются. Раньше было проще, когда темно вечером, да, то нормально было. Ну, а сейчас мне глаза вопить копеек. И я когда ухожу, то я прошу, чтобы ко мне в комнату никто не приходил. Это касается Евы, потому что Ева приходит, начинает болтать. Миша сразу на нее реагирует, сразу улыбается, там с ней играть начинает. И когда она приходит к нам, то я ее прошу, Ева там, ну, это не срабатывает особо, да, Ева не остановить. И все, и он у меня вот так вот, я его подержала, положила, легла, опять грудь дала. Если ему опять не надо, опять там, ну, опять он там психует что-то, я его опять вот так вот столбиком, да, могу просто, ну, я сижу на корточках, на коленках я сижу, да, на кровати. Я могу себе так, сидя, положить грудь дать ему. Он так у меня может заснуть, я потом опять его переложила, все. И он там, когда я перегладываю в кровать, он опять там грудь ищет. Или может уже так вот вырубиться, спать дальше. Вот. И все. И вот наш весь ритуал. В кровати мы пока не спим. Я вот думаю насчет кровати, куда там ее поставить. Около окна, что ли, поставить уже, в принципе, жарко. В общем, думаю, думаю, думаю. Потому что кровать, которую я хотела поставить у нас в комнате для Евы, она слишком большая. А такого размера маленькой нету. Знаете, такие большие сверху чердаки в Икеа, но они 90 на 2 метра. А мне нужна 2 метра, то ладно. Мне нужна 70 на 180. Вот такая мне нужна. Есть такие двухъярусные. Двухъярусные нам еще рано. Я хотела вот этот вот большой верх, чердак, да, а внизу ставить Мишкину кроватку. Маленькую, да, ну, детскую. Купить обычную кроватку. На ночь ее придвигать к себе, а днем ее туда под кровать ставить. Нету этого чердака нашего размера. А большая 2 на 90, она прям, ну, нам вообще прям, она огромная. И, ну, не красиво будет, не слишком большая, в общем. Вот. И не знаю, думаю, что, может быть, куплю кровать и буду ставить там к окну, с той стороны. Думаю, в общем, думаю, думаю. Так, да, Мишка, ну, скажи, я пока еще все равно с мамой склюю. Еще рано его отучать от мамы. Отучать от себя нужно тогда, когда он будет уже понимать. У меня, кстати, с Евой то же самое было. Как я ее отучила от себя? Она же со мной тоже спала долго, да. Муж у меня по поездкам был, да. И она спала со мной, да. До 8 месяцев она спала со мной. Потом папа с 8 месяцев стал с нами жить. И она так, бац, у меня легко, кстати, в кроватку и перешла. Она же уже тогда понимала, уже соображала уже, да, что там папа, мама туда-сюда. Ой, господи, бумагу схватил. Эй, лапка. И этот, и все. И она вот 8 месяцев, 9 уже был, у нее муж 8 с половиной было. И все, она у меня уже спала потом в кроватке. Только с открытой этой я на ночь к ней туда залезала в кровать, грудь давала. И потом ночью она там подсосет чуть-чуть, да, и я уходила от нее. Сутку она не брала уже. Вот так вот. Такие вот дела. Сутку она у меня брала, кстати, один период такой. Был, наверное, с 4 месяцев до 7, месяцев до 8, где-то так. Потом соску потеряли, и у нас одна была. И то я давала соску только днем на прогулку. И ночью под утро. И все. А так она ее не сосала вообще. И, короче, отучились мы вообще как бы, как будто бы ее и не было. Вот, собственно, ритуалов никаких на ночь нет. Абсолютно вот так вот я его держу, вот так вот. Потом, ну, опять грудь, да. Потом опять и все. Раньше белый шум включала, когда он был маленький. Сейчас ему уже больше отвлекает его этот белый шум. Он уже сразу реагирует на все. Все, собственно, опять наболтала, да, Миша? Я тут вышла на прогулку. У нас уже следующий день в парк. Мишка у меня спит в прогулочном. Сначала смотрел. Так прикольно было. Но я не снимала, потому что я с мужем разговаривала по телефону. Но он у меня такой был злой. И на меня вообще не смотрел. Вот, сейчас я усну. Я сразу же в лежачее положение. В общем, все хорошо. Нас очень устраивает. На улице посмотрите. У нас везде этот листики. Прям красота. Красота. Травка прям зеленая-зеленая молодая. Прям весна-весна. Прям вообще. Все зеленое-зеленое. Красота. Хочу еще ответить на один вопрос. У нас тут этот... Про сон я рассказывала, да? У меня там одна девушка спрашивала, что как я Мишу приучала спать отдельно? Или, может, он у меня изначально спит отдельно? Ну, типа днем. И днем и ночью спит с ней ребенок. У меня Миша ночью спит со мной, да? Я говорила об этом. А отдельно я его не приучала спать. Я просто его клала. И вот так вот получалось, что он отдельно спит. Но спит он не всегда отдельно. В последнее время, как полезли зубы, он спит только со мной днем, допустим. Или на ручках, или в кровати я к ним там бегаю. Но как бы он спит по чуть-чуть один. А так со мной. А раньше, когда был маленький, да? Я просто его клала отдельно, и он у меня сам засыпал. Видно, его ничего не беспокоило, и все в порядке было. Вот. А может быть, у вас у малыша что-то беспокоит? В этом хочется все время с мамочкой быть. Значит, пусть будет с мамочкой. Вырастет постарше, будет спать.